Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Оксану Кобелецкую, которая родила мужу пятерняшек, а он ее бросил. Как сейчас живет мама шестерых детей? Судьба Оксаны Кобелецкой и ее мужа Сергея сложилась неожиданно для этой парочки. Когда на свет появилась первая дочь Алиса, им очень понравилось быть в роли родителей. И они задумывались насчет того, чтобы у Алисы появились братик или сестра. Когда Оксана узнала, что беременна, она очень ждала УЗИ. И дождавшись УЗИ, была в полном шоке. Ведь первое УЗИ показало, что внутри Оксаны вместо одного плода развивается целых пять. К большому сожалению, узнав об этой новости, муж решил, что не сможет потянуть и воспитывать большое количество детей. Ведь он ждал одного ребенка, а их будет целых пять. Так он принял решение уйти из семьи. Немного позже он осознал, что все-таки не может без супруги и очень хочет вернуться в семью. Поначалу муж Оксаны был настроен абсолютно серьезно и даже помогал ей в первое время в бытовом плане. Также кормил, купал и одевал малышей. Но, к сожалению, это продлилось недолго. Оксана очень уставала и не успевала ухаживать за детками, заниматься уборкой, стиркой, готовкой, глажкой. Иногда приходилось просить, а в некоторых случаях даже заставлять мужа опомниться и помочь жене. Маме шестерых детей пришлось жертвовать сном, чтобы постоянно быть рядом с малышами. Тем временем ее муж сидел и играл в компьютерные игры, объясняя это тем, что он устал и ему нужно отдохнуть. Время шло, детишкам исполнилось 6 месяцев и Сергей шокировал свою жену новостью о том, что он все-таки решил уйти и также подает на развод. После ухода мужа Оксана просто обязана была взвалить всю ответственность за деток на свои хрупкие плечи. Мэрия города Одессы, узнав об этой новости, подарила этой семье пятикомнатную квартиру. Помимо того, что нужно было продолжать воспитывать детей, Оксане нужно было сделать и ремонт в новой квартире. Сергей мало того, что бросил свою семью в трудный момент, а так еще и ссылаясь на болезни, отказывался давать какие-либо деньги на содержание собственных детей. Оксана не могла пойти работать на простую работу, ведь график работы не подходил для многодетной мамы. Также для детей была необходима няня, на которую у Оксаны также не было денег. Тогда она задумалась о том, что хочет заняться блогерством. Поначалу многодетная мама рассказывала своим подписчикам о том, как сложилась ее судьба, и что она ни в коем случае не опускает руки, ведь у нее подрастают прекрасные дети. Чуть позже Оксану заметили рекламные агентства и начали звать на различные съемки. Оксана начала получать хорошие деньги и старалась обеспечивать свою семью всем необходимым. Она ни о чем не жалеет, она безумно счастлива, что у нее и старшая дочь Алиса, которая не перестает удивлять своей неусидчивостью и активностью. А также две дочки, Даша и Саша, и три сына, Давид, Владислав и Денис. Благодаря деньгам, заработанным на блоге в Инстаграме и тем, что в семье Оксаны помогло правительство, она может спокойно воспитывать своих детей и жить счастливо. Хочется пожелать этой мужественной и, как я считаю, героичной женщине всего самого наилучшего. Пусть ее детки растут самыми здоровыми, самыми счастливыми и самыми красивыми. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого наилучшего. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok